Всем привет! С вами Берюлин Павел. В этом уроке я хочу вам рассказать о том, как же составить ваш компьютер писать вашим уникальным почерком. Я думаю, эта тема достаточно интересная, я бы даже сказал специфическая, однако здесь нет ничего такого уж хитрого или сверхъестественного. Итак, что же мы будем делать? Мы создадим ваш уникальный шрифт на основе вашего рукописного текста и будем его потом импортировать, например, тот же Word, и применять наш шрифт к тексту, естественно, который вы можете потом распечатать, не применяя при этом никаких ручек, долгих ночей и прочего. Ну что же, приступим. Для создания нашего рукописного шрифта нам потребуется такая программа, как Fond Creator. Вот официальная страница разработчика. Здесь вы можете найти информацию об этом программном обеспечении. Даже онлайн-справка есть. Можете здесь ее приобрести. Если вы честный человек. Ладно, будем считать, что она у вас уже есть. Давайте ее запустим. Пока у нас тут пустое окно. Давайте-ка откроем шрифт ГОСТа. Тут нет ничего лишнего. Нет китайских иероглифов. И всего остального, что нам не нужно. Так, давайте ознакомимся ближе. То есть, у нас появилось окно, в котором мы видим какое-то количество ячеек. В каждой ячейке находится определенный символ, который мы можем редактировать. Двойной щелчок. Переходим в редактор. Здесь мы видим наш символ, который мы можем всячески изменять. Увеличивать. Уменьшать. Крутить его. Изменять. Как мы видим, у нас тут несколько пунктирных красненьких линий. Давайте-ка я вам расскажу, зачем они нужны. Итак, начнем с линии бейслайн. Линия привязки, скажем так. Или линия опоры. Как видим, у нас каждая буква на нее как бы опирается. Далее. CapEight. А чем она нужна? Она определяет высоту наших заглавных букв. То есть, как видим, у нас каждая заглавная буква имеет высоту от CapEight до Baseline. Далее. Вернемся к срочным буквам. Для них предусмотрена высота XEight. Однако, для таких букв, как B, которые имеют дополнительный хвостик сверху, используются такое же расстояние, как и для наших заглавных букв. Для буквы V также. А для таких букв, как G, E, G, у нас используется обычное расстояние от XEight до Baseline. То есть, высота XEight. Далее. Вы спросите, зачем нужны еще дополнительные две. То есть, WinAscent и WinDescent. Это предназначено для таких букв, как XE. То есть, как мы видим, у нас тут дополнительный хвостик ниже основной линии. Для буквы I, то есть, для которой есть дополнительная черточка с высшей основной буквы. То есть, и благодаря этому не получается так, что текст у нас, скажем так, наваливается друг на друга или прыгает от места к месту. Как видим, у нас каждая буква имеет одинаковую высоту от WindAscent до WindDescent. То есть, если мы прокрутим вперед или назад, мы видим, что это действительно так. Однако, меняется только лишь ширина буквы. Так, давайте на простом примере я вам покажу, как у нас формируется текст в любом текстовом редакторе. Вот мы в текстовом редакторе. Давайте я вам расскажу о том, как же у нас формируется текст, скажем так, о структуре текста в наших текстовых редакторах. Давайте что-нибудь напишем. Итак, грубо говоря, текст представляет собой последовательность единичных таких областей, в которых расположен определенный символ. Как видим, они у нас с одинаковой высоты, что исключает, скажем так, прыгание букв с места на место, налаживание букв, например, сверху, с верхних строк на нижний. Далее, наши буквы еще оказываются привязаны к baseline, то есть они как бы на нее опираются. Далее, высота заловной буквы у нас определяется высотой cap height. Это у нас ширина нашей буквы, то есть определяется двумя этими линиями. Далее, для маленьких букв, как мы знаем, у нас используется высота x height. То есть вот она, а, г, там, и куча других. Однако, для таких букв, как d, например, b, у нас используется такая же высота, как и для заглавных букв. Ну, мы еще знаем, что есть еще дополнительные две, снизу, сверху, vindescent, vindescent. Для таких букв, как e, c. Ну, я думаю, мы все же поняли идею нашего текста, его структуру. Думаю, можно приступать к созданию нашего собственного шрифта. Итак, вернемся в наш редактор шрифтов. И теперь мы будем заменять все наши символы в ячейках на наши рукописные. Как мы это сделаем? Сначала возьмите листок А4, чистой бумаги, например. И нарисуйте на нем все наши буквы, символы, там, например, знаки припинания, которые используются в тексте. Можно даже английский алхавит, если вам потребуется. Итак, нам еще потребуется редактор изображения, в котором есть функция выделения. В фотошопе точно есть, но я использую такую программу, как XenView, простая. Да и много от него, мне от него не надо. Так, выделяем наш кусочек изображения с буквой А, строчной. Нажимаем правка копировать или Ctrl-C. Горячая клавиша намного проще так делать. И находим нашу строчную букву, выделяем ее, удаляем, нажимаем Edit-Paste. То есть правка, вставить. И наша программа канализирует наш кусочек изображения и превращает его, скажем так, в контур нашей буквы. Далее, как мы знаем, для строчных букв используется расстояние, точнее высота X-Aid. Поэтому мы просто увеличим масштаб этой нашей буквы. Итак, мы же еще хотим сделать так, чтобы наш текст был похож на ручной. То есть в ручном тексте мы соединяем буквы между собой. Поэтому для того, чтобы оказалось ощущение того, что мы и правда от руки писали, нам нужно приблизительно сделать такую картину. То есть после первой буквы или сразу вторая. И поэтому просто лево-правую границу перетаскиваем до конца с нашей буквой А. И таким образом текст у нас приблизительно такая же картина будет. Такие же операции производим со всеми остальными буквами. Например, с буквой G. Я случайно пока повыбираю буквы. Для того, чтобы подать вам идею, дальше вы уже сами сделаете. Увеличим ее. Как у меня она получилась слишком широкая. Давайте ее немножко сожмем. Даже чуть-чуть. И до конца. С концом нашей буквы G. Далее буква R. Удаляем ее просто. Я приблизительно так. То есть вы еще ориентируйтесь сами на свой шрифт. То есть на свой почерк. Как он у вас там. И приблизительно после. Как видите, все достаточно просто. То есть используем горячую клавишу для выделения. Ctrl-C здесь. Здесь потом просто нажимаем Ctrl-V или Edit-Paste. То есть две клавиши и ваш символ уже здесь. Но проблема в том, что таких символов у нас больше сотни. 189 даже. И поэтому не особо приятная работа. Но я думаю, результат вас порадует. Итак, после нескольких усилий я все же получил свой шрифт. Ну, точнее заменил большую часть символов. Давайте я вам покажу, что получилось. То есть приблизительно так же должно получиться и у вас. То есть что-то в этом роде. Как видите, буквы приблизительно все одинакового размера. Какими должны быть, я так думаю. Теперь заходим в формат, naming. И грубо говоря, тут даем имя нашему шрифту. То есть например, my phone, там не знаю, как хотите называть. И там свое имя укажите. И окей. И сохраняем его. Save as. Например, там. Как хотите, это не имеет значения. Вот как именем сохранить. Так, вот наш шрифт получен. Запускаем его. Нажимаем установить. У меня нужен установлен, поэтому я не буду его заменять. Далее. Давайте его испробуем. Я уже сделал заготовочку. С моим шрифтом. И вот, что я получил. То есть, по-моему, достаточно хорошо он выглядит. Буквы приблизительно одинакового размера. Все вроде хорошо смотрится. Хотя некоторые буквы, я смотрю, немножко большие даже. Но это можно подправить. Я думаю, у вас тоже самое получится. То есть, с первого раза вряд ли у вас что-то идеальное получится. Я сам несколько раз его переделывал. Пока, скажем так, не получил то, что я хотел. В любом случае, я думаю, вы останетесь довольны, как и я, в принципе. Поэтому, сколько тут, около 20 листов. Я ни одного из них не писал. Интересно. Хочу вам еще один, скажем так, трюк показать. Допустим, есть у меня книжка в формате джавю. Это формат, который, скажем так, не форматируется, не редактируется. Я, например, хочу взять с него информацию. Но мне это, если честно, не охота переписывать или перепечатать на компьютере. Есть такая программка отличная. Fine Reader. И в нем есть, скажем так, бонус. Скриншот Reader. Я вам просто покажу, что он умеет делать. То есть, я выделил кусок экрана. И он этот кусок, скажем так, анализирует. И выдаёт мне текст в формате Word, который я смогу редактировать. По-моему, это очень удобно. И крайне рекомендую эту программу. Ну, давай же. Вот что я получил. Теперь я могу применить, например, к этому же свой шрифт. MyFont. Вот что я получил. Так, несколько символов удалим. Ну, сахарный PDF, чтобы лучше отображалось. И пару кликов я получил свой укописный шрифт из книги. Очень быстро, очень удобно. Я думаю, вас это заинтересует. В любом случае, я надеюсь, вы нашли что-то полезное в этом уроке. Удачи вам. С вами был Павел Бирюлин. Увидимся. С вами был Павел Бирюлин. Продолжение следует.